я сейчас подумала вдруг этот канал однажды недалеком будущем посмотрит наш президент друг я ему хочу сказать господин президент путин я вас уважаю потому что вы мой враг а врагов надо уважать я гражданка россии и у меня паспорт россии и у меня внучки в россии две внучки и у меня еще две внучки от моей племянницы и у меня племянники и я хочу чтобы они жили также также свободно также красиво как германии германия уже живу 18 лет и приехала я из дагестана сюда из дагестана сначала приехал в москву на этом работала а потом я сюда в германию замуж вышла европейский суд по правам человеком несколько раз сделал резолюцию что его надо освободить что он имел право на справедливое решение суда на справедливое рассмотрение все равно россия не принимать никакие меры и третий раз ему отказали в помиловании у всех президентов есть право помиловать наш президент не хочет миловать не хочет миловать невиновного человека я считаю что это прямая угроза моим гражданским правам потому что на его месте мог оказаться мой сын у меня есть сын в россии на его месте мог оказаться твой сын на его месте мог оказаться любой в 2018 году я поехала в дагестан мусульман которые позволяют себе вырастить бороду автоматически заносят в списки террористов террористов затем среди ночи или среди дня приезжают забирают пытают около моря махачкале организовали пыточное место все это слышали я разговаривала сама с этими людьми убивают среди ночи вырастают новые могилы а родители ждут жены ждут дети ждут и я поехала чтобы встретиться с этими матерями 8 марта 2018 года полетела пришли женщины пришли с фотографиями своих детей двое детей за которых я очень сильно болела это конечно были гасан и наби гасан гусейновы двое братьев которых в 2016 году 23 августа селение в шамильском районе дагестана просто убили господин васильев глава дагестана сказал спустя какое-то время ну произошла трагическая ошибка трагическая ошибка отца и мать решили двух детей у них больше нет детей силовиков этих не наказали по сей день четыре года прошло когда к путину обратились с этим вопросом он сказал что он этим лично займется в каком государстве президент лично занимается убийство для чего у нас судебные органы он так этим конечно и не занялся наш крутой пацан я собрала пришли женщины мы вышли к нам вышел представитель власти и объяснила почему мы здесь вместе со мной женщина объяснили объяснять ничего не надо все стоит они с фотографиями своих детей он значит выслушал и говорит идите-ка в парк вот сюда там митингуйте я говорю что вы нас посылаете в парк вы вы слуги наши слуги вы посылаете наш парк это чья площадь это наша площадь мы пришли сказать сюда свое мнение а вы для чего пришли выслушать нас или вы хотите чтобы мы в парке птичкам рассказывали что мы хотим сказать тут же конечно он обратился мне предложением пройти я говорю хорошо но тут это я я поняла что у нас есть гражданское общество есть потому что эти женщины сказали мы пройдем вместе и они прошли вместе мы с Ильей записали свое обращение я от имени Гасан Гусейновых двух братьев эти несчастные матери от своего имени и что по сей день никто не рассмотрел никто не рассмотрел эти сообщения я записала адрес мне никто не ответил для чего государство создается для того чтобы человеку жилось хорошо я на удивление спокойно уехала улетела из Махачкалы в Москву у меня был транзитный билет из Махачкалы в Москву а когда я прилетела в Шереметьево у меня забрали паспорт но я поняла что это психологическое давление уже проходит время регистрации все уже в самолете а у меня забрали паспорт потом я сделала не очень красивый поступок я стала делать вид что я звоню своему адвокату в Мюнхен потому что у меня был разряженный телефон и это было неправда я никому не звонила но я все таки это сделала и в этот момент на немецком языке я начала общаться с разряженным моим телефоном и как раз в этот момент она куда-то позвонила сотрудница пограничной службы вернула мне паспорт через окошко и всем своим видом показала как она меня не уважает и сказала на этот раз вам удастся улететь но больше не думаю я больше не летала в Россию я вот еще хочу знаете два слова сказать про чемпиона нашего Хабиба это так свойственно каждой народности каждой стране гордиться когда он стал чемпионом это было какое-то сумасшествие наш народ дагестанцы так объединились они объединились такой был кураж у всех мы такие мы молодцы и в этот момент когда я все это смотрела по компьютеру я вдруг поняла как мы хотим объединиться как мы хотим стать народом но у нас нам не хватает силы чтобы стать народом другом противостоять а вот подмазаться к победе Хабиба почувствовать я крутой это вот мы умеем я потом написала письмо Хабибу открытое письмо Хабиб вот ты собрал стадион полный стадион людей что ж ты не соберешь полную площадь людей чтобы заступиться за двух братьев Гасан Гусейновых Хабиб конечно это прочитал и мне пишет от имени Хабиба его двоюродный брат ты женщина ты там готовь ужин своему мужу ты чего там лезешь в политику да я женщина мое предназначение любить мужчину и рожать детей и очага надежное горение считать задачей первое своей так сказала Фазу Алиева дагестанская поэтесса но только дело в том что наш очаг не будет никогда надежно гореть если не будет гореть надежно весь очаг весь российский очаг должен надежно гореть только так и поэтому дорогой брат Хабиба я буду бороться я буду не только борщи готовить но и вот так вот стоять с плакатами и все что я могу делать и когда мне одна девочка студентка из Махачкала написала я решила стать гражданским активистом вы меня мотивировали я так вас за это благодарю для меня это было самое главное самое нужное потому что даже если один человек даже если два человека последовали моему примеру то значит я не зря это все делаю не зря трачу свои по сегодняшний день я уже потратила пять тысяч евро своих денег да может кто на моем месте может другая захотела бы себе какую-нибудь такую клевую сумку купить за пять тысяч евро а я вкладываю это ее право она может такую сумку купить а мое право тоже делать и тратить на будущее моих внучек моей Алина сейчас десять другой шесть и однажды я им буду могу сказать не стесняясь и не прячась девочки ваша Оми сделала многое что она могла ну капелька конечно это капелька но я сделала что я могла для вас мои девочки я вас люблю это я сделала для вашего будущего вот именно поэтому я буду стоять и буду я призываю остальных бороться за свои права бороться за права детей бороться только тогда мы станем гражданским обществом а так вот так и будем жить и 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